Демократизация 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 И рождается истина. И можно было, по крайней мере, в демократических вопросах двигаться вперед. Но Токаев включил тормоза, и сегодня никто не может зарегистрировать свою партию. Поэтому я обращаюсь именно к Токаеву. Вы свои декларации, господин президент, претворите в реальные действия. И накажите виновных, кто виновен вне регистрации этих политических партий. Теперь дальше смотрите. Журналист Эгемент Казахстана говорит, что, уважаемый Касымжимарт Кемельевич, вот вы ведете очень такую взвешенную внешнюю политику, поскольку у вас богатейший опыт работы в этом направлении, и вы вот таким вот образом сегодня смело ведете наш Казахстан. И внешняя политика позволяет нам лавировать между этими событиями, которые происходят сегодня в мире. Токаев говорит, да, самое главное для меня это независимость нашего Казахстана, суверенитет, территориальная целостность Казахстана. Вместе с тем мы видим, что когда Токаев был министром иностранных дел Казахстана, подчеркиваю, министром иностранных дел Казахстана, он подписал документы о границе между Казахстаном и Китаем. Обратите внимание, договор о границе с Российской Федерацией подписывал президент Назарбаев, границу с Кыргызстаном подписывал президент Назарбаев, границу КНР и Казахстаном подписал министр иностранных дел Токаев. Почему? Из 100 тысяч квадратных километров площади, а эту информацию дала администрация президента Казахстана, когда поднялся вопрос о том, что Казахстан должен передать миллион гектар земли для китайцев на 49 лет, администрация президента очень неуклюже выбросила информацию в свет. Грамотные люди взяли, посчитали то, что представила администрация президента, и понятно стало, что 100 тысяч квадратных километров площади отдано сегодня Китайской Народной Республике. За какие такие глазки? И почему Токаев подписал? Это еще один договорняк между Назарбаевым и Токаевым. Я уверен, что Назарбаев сказал, если я подпишу, то будет скандал, народ Казахстана потребует объяснений. Давай, Касымжумар, ты подпиши, а здесь я тебя прикрою. Еще один договорняк произошел, как мы видим, между двумя высшими руководителями Казахстана. Поэтому, дорогие мои друзья, как мы видим, Токаев говорит, что он обеспокоен тем, чтобы был сохранен суверенитет и не нарушена была территориальная целостность Казахстана. Вместе с тем, другой рукой подписывают документы по границе, и Китае уходят лакомые куски, альпийские луга. И китайская сторона у себя в газетах пишет, ну мы получили великолепную землю, альпийские луга, какая красота. А Казахстан потерял, ну практически будем говорить, по площади Джамбульская область. Как можно понимать эти действия? Одно расходится с другим действием. Поэтому президент Токаев должен ответить, где же эти документы, которые подписал Токаев, будущим министром иностранных дел по границе с Китайской народной республикой. И нужно добиться, чтобы он конкретно ответил, почему он так поступил. Если бы он принципиально сказал тогда на султан Назарбаеву, я не буду подписывать передачу земель Китаю, конных казахстанских земель, то Назарбаев бы подумал, подписывать ему этот документ или не подписывать. Поэтому, как видим, никто за язык не тянул Токаева и говорить об этом в интервью «Егемен Казахстан». Ну что не вопрос, то тянется буквально следующая цепочка, и это требует дополнительных объяснений со стороны Токаева. Поэтому, дорогие мои друзья, на этом я заканчиваю. Вы видите, какие лживые руководители нашего государства. 30 лет Назарбаев обманывал народ Казахстана. И сегодня эту политику продолжает Токаев. Он не говорит всей правды. Поэтому, дорогие мои друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И до новой встречи в эфире.